Январь – время строить планы и период больших изменений в разрезе всей страны. Итак, год 2023 и его новшества. Первое, на что нужно обратить внимание, это уровень минимальной зарплаты. 554 рубля вместо 483. До 37 рублей выросла базовая величина. За счет этого в организациях увеличиваются стимулирующие выплаты и материальная помощь. Изменится и размер штрафов по административным и по уголовным делам. Размер базовой величины будет применяться именно тот, который действовал на дату вынесения постановления, либо на дату вступления в законную силу приговора по уголовному делу. Большие изменения в сфере обращений граждан и юридических лиц. Если раньше можно было отправить письмо на электронную почту любой государственной организации и получить ответ, теперь только через специальную платформу. Адрес сайта вы видите на своих экранах. Доступ к системе бесплатный. Необходима лишь регистрация. Существует несколько способов. Самый простой – создать учетную запись с помощью пароля и логина, подтвердить регистрацию по номеру мобильного телефона и пользоваться сайтом. Процедура занимает меньше минуты. Книгу жалобы и предложений теперь можно найти не во всех организациях. Например, в автошколах, центрах соцобслуживания, учреждениях образования, редакциях газет и журналов документ отменен. А на СТО, в пассажирских поездах и агентствах недвижимости, наоборот, становится обязательным. При этом постановлением установлено, что юридические лица организации, которые уже ведут эту книгу, могут продолжать ее вести по той форме, по которой она у них ведется. ИП и юрлица, которые торгуют продовольствием, в том числе на рынках или ярмарках, обязаны использовать кассовое оборудование и заключить договор с оператором на обслуживание. Новое введение планировали ввести еще в мае 2022-го, но продавцам дали отсрочку. Нарушение порядка использования кассового оборудования, равно как его и отсутствие, влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя до 100 базовых величин, на юридическое лицо до 200 базовых величин. Ряд нововведений затронет сферу ЖКХ. Повысились тарифы на услуги, за исключением отопления. Стоимость увеличилась на 9 рублей 53 копейки. Не стоит забывать о жилищных субсидиях, которые предоставляет государство. Гарантированы они при условии, если сумма коммунального платежа превышает 20% от среднемесячного дохода городского жителя. 15% для граждан, проживающих в сельской местности. Только за 10 месяцев 2022-го помощью воспользовались почти 28 тысяч семей.